Приветствую! Это видео посвящено ответу на вопрос, кто имеет право на отсрочку от службы в армии. Естественно, мы поговорим не только об основаниях для получения отсрочки от призыва по мобилизации, но также и выясним, о какими документами нужно подтверждать то либо иное основание для освобождения от призыва. Сделаем мы это все на основании анализа статьи 23 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Собственно говоря, к ней мы и перейдем. Сейчас на своих экранах вы видите текст статьи 23, которая называется «Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации». И давайте посмотрим, кто же не подлежит призыву во время мобилизации. Итак, категория номер один – это лица, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, либо же предприятиями. Согласно этого пункта, для того, чтобы получить отсрочку, нужно подтвердить в ТЦК и СП тот факт, что вы забронированы. Но, скорее всего, вам это даже делать не придется, потому что в процессе получения брони вас будут ставить на специальный учет и, собственно говоря, эта информация попадет уже непосредственно в ТЦК и СП и в соответствующий реестр. Идем дальше. Здесь вот более уже сложные пункты. Согласно этому пункту не подлежат мобилизации лица, которые признаны лицами с инвалидностью, либо же в соответствии с заключением ВЛК признаны непригодными, временно непригодными к воинской службе сроком на 6 месяцев, до 6 месяцев. Вот здесь давайте разберемся, чем можно подтвердить в ТЦК и СП в военкомате тот факт, что вы не подлежите мобилизации, что вы имеете соответствующий статус. Если мы говорим о лицах с инвалидностью, то они должны предъявить один из следующих документов. Это может быть справка как-то осмотром СЭК, такая небольшая, зелененькая, либо розовенькая бумажка, которая выдается, в принципе, всем лицам с инвалидностью сразу же после оформления инвалидности. Также документом, подтверждающим инвалидность, может быть удостоверение лица с инвалидностью, пенсионное удостоверение, в котором указано, что вы имеете инвалидность. Также можно подтвердить и справкой о том, что вы получаете выплаты согласно тем законам, которые предусматривают выплаты для лиц с инвалидностью, если они не имеют права на пенсию по инвалидности. Один из этих документов, подчеркиваю, не все сразу, а один из этих документов будет достаточным для того, чтобы подтвердить факт инвалидности. Что касается заключения ВЛК о признании непригодности, признания человека временно непригодным, то, собственно говоря, в данном случае, чтобы получить это заключение, вам нужно обратиться в ТЦК ИСП. И, соответственно, каких-то дополнительных документов вам предоставлять не нужно будет, поскольку на ВЛК вас может отправить только военкомат. Идем дальше. Следующий пункт у нас посвящен женщинам и мужчинам, на содержании которых пребывают трое и более детей в возрасте до 18 лет. Вот здесь нужно обратить внимание для тех мужчин, которые, возможно, уже имеют информацию о том, что там, если у тебя есть удостоверение многодетного, то автоматически ты не подлежишь мобилизации. Это не совсем так. Дело в том, что, когда мы говорим о многодетных семьях, то там, в том случае, если дети продолжают обучение, то этот статус сохраняется и после 18 лет. Закон Украины о мобилизации, давайте его так сокращенно будем называть в дальнейшем, он содержит прямую норму, которая не связана со статусом многодетного отца. Здесь прямая норма говорит о том, что возраст должен быть до 18 лет. Соответственно, если у вас одному из детей исполнилось уже 18 лет, но он продолжает обучение, то под данный абзац статьи 23 вы уже не попадаете. И, соответственно, подлежите мобилизации, несмотря на то, что имеете статус многодетного отца. Соответственно, как можно подтвердить факт того, что на вашем содержании находятся трое детей? Все очень просто. Нужно предъявить в военкомат в ТЦК ИСП три свидетельства о рождении, ну, либо больше. Предъявить их можно как в оригинале, либо же предъявлять нотариально заверенные копии, которые они впоследствии могут у вас забрать, оставив в личном деле. Идем дальше. Следующий пункт посвящен мужчинам, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет. И здесь, конечно же, вопрос стоит о том, а как подтвердить тот факт, что мужчина воспитывает самостоятельно ребенка? Подтверждение может быть свидетельство о смерти матери, решение суда о лишении матери родительских прав, решение суда о признании матери без вести пропавшей, либо же решение суда, которым мать признана умершей. Вот эти документы являются, ну, скажем так, стопроцентной гарантией того, что признают вас таким человеком, на содержании которого находится ребенок. А что же делать в тех случаях, если мать жива, если мать не пропала без вести? Можно ли в этом случае доказать, что ребенок находится на вашем содержании? Да, можно. Как это можно сделать? Вы должны быть разведены, либо не обязательно разведены с матерью, но вы должны обратиться с иском в суд к матери о взыскании с нее алиментов. И если мать не выплачивает алименты по решению суда, и у вас есть справка от госисполнителей о том, что у матери есть задолженность по выплате алиментов, то фактически мы делаем вывод о том, что именно вы в одиночку содержите ребенка. Но, подчеркну, должно быть решение суда о признании, возложении обязанности на мать по выплате алиментов и должна быть задолженность. И, конечно же, если вы сейчас это быстренько сделаете, и через месяц придете и скажете, вот задолженность уже есть, боюсь, что ТЦК и ИСП не поверят в это и, соответственно, не признают вас таким человеком, на содержании которого находится ребенок в возрасте до 18 лет. Как минимум, задолженность должна составлять 4 месяца. То есть, по аналогии с другими нормами закона, мы можем сделать вывод, что вот если будет 4 месяца задолженность, и у вас будет соответствующая справка, то, соответственно, вас можно уже признавать таким человеком, который в одиночку содержит ребенка до 18 лет. Ну и, конечно же, в дополнение к этой справке нужна будет еще и свидетельство о рождении. Идем дальше. Следующий пункт посвящен тем женщинам и мужчинам, которые являются родителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Соответственно, для того, чтобы подтвердить ваше право на отсрочку, вы должны показать, соответственно, либо свидетельство о рождении, либо решение суда об усыновлении, например, либо о том, что вас назначили опекуном, плюс должен быть документ, подтверждающий, что у ребенка есть инвалидность. Таким документом является корешок медицинского заключения о ребенке с инвалидностью. Также может быть подтверждением того, что у ребенка есть инвалидность, удостоверение, согласно которому вы получаете социальную помощь на ребенка с инвалидностью. При этом в данном случае не имеет значения, получателем помощи является отец, либо мать ребенка. Оба родителя имеют право на освобождение от мобилизации в этом случае. Идем дальше. Следующий абзац посвящен женщинам и мужчинам, то бишь, по сути, родителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, которые воспитывают ребенка, хворого на тяжкие перенатальные уражения нервовой системы, тяжкие вроджения, вады, разведку, ридкісно-орфанные захворювания, онкологические, онкогематологические захворювания, дитячий церебральный паралич, тяжкие психические разлады, цукровый диабет первого типа, гострые або хронические захворювания нервов четвертого ступеню, дитину, яка отримала тяжкую травму, потребует трансплантации органа, потребует паліативной помощи, что подтвердится документом, выданим ЛККЗЗОХОРОНУЗДОРОВЬЮ, в порядке и за формой, установленными центральным органом виконавчей влады, что обеспечивает форму и реализует государство, в сфере охороны здоровья, но в которой не установлена инвалидность. Обратите внимание, что здесь мы говорим о том ребенке, который имеет вот такой перечень заболеваний, ну не весь перечень, да, а одно из заболеваний, которое попадает под описание, и при этом данному ребенку не установлена инвалидность, но есть заключение врачебно-консультативной комиссии ВКК, либо украинскую ЛКК, и при этом не имеет инвалидности. Соответственно, документами, которые подтверждают тот факт, что вы попадаете под действие этого абзаца, является заключение соответствующее ВКК, а также свидетельство о рождении. Но, либо же, если вы являетесь не родителем, а, допустим, там, опекуном, то решение суда о назначении вас опекуном. Идем дальше. Следующий пункт у нас посвящен мужчинам и женщинам, на содержании которых пребывает уже совершеннолетний ребенок, который имеет инвалидность первой либо второй группы. Вот здесь нужно обратить внимание на следующее. А что значит на содержании пребывает ребенок первой либо второй группы? А если этому ребенку уже 40 лет, может ли в этом случае отец иметь право на отсрочку? Да, может. Как это подтверждать? Ну, естественно, должно быть свидетельство о рождении. Естественно, должен быть один из документов, о которых мы говорили выше, подтверждающий наличие инвалидности. То есть это справка МСЭК, либо удостоверение человека с инвалидностью, либо пенсионное удостоверение. А также рекомендуется в этом случае получить еще и справку о доходах, в которой будет подтверждено, что данный человек, то есть ребенок, не работает, не имеет никакого дохода. И все это в силу того, что он просто нетрудоспособен. И фактически тогда мы можем сделать вывод о том, что он находится на содержании родителей. И в этом случае мы можем получить отсрочку. Идем дальше. Следующий пункт посвящен тем лицам, которые имеют статус усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, на содержании которых находятся дети-сироты, либо дети, лишенные родительского попечительства в возрасте до 18 лет. Обратите внимание, что этот пункт не связан уже с состоянием здоровья усыновителей, опекунов, попечителей, либо же детей. То есть здесь та ситуация, когда по сути все здоровы, но при этом в силу того, что эти люди взяли на себя опеку над чужим ребенком, над ребенком, который является сиротой, либо же лишен родительской опеки. И вот вследствие того, что эти люди, по сути, взяли чужого ребенка, взяли на себя за него ответственность, государство их освобождает от мобилизации. И, естественно, здесь документом, который будет подтверждать соответствующий статус, будет, как правило, решение суда, либо решение другого компетентного органа, который и дал вам соответствующий статус. Естественно, данные документы в идеале нужно приносить в оригинале, как и все другие, по сути. Но при этом берем с собой копии, для того, чтобы копии оставить в ТЦК и ИСП в личном деле. Идем к следующему пункту. Здесь мы говорим о тех мужчинах, которые заняты постоянным уходом, за больной женой, ребенком, родителями, причем своими, либо же родителями жены, которые, в свою очередь, по заключению медико-социальной экспертной комиссии, либо врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном уходе. Вот здесь, конечно, возникают определенные споры, определенные сложности, которые касаются следующего. А как доказать, что именно вы осуществляете уход? В принципе, с точки зрения буквального толкования того, что написано в данном абзаце, по идее, если же жена, один из родителей, либо один из родителей жены, имеет заключение врачебно-консультативной комиссии, либо МСЭК, либо ВКК, либо МСЭК, о том, что он нуждается в уходе, то, в принципе, чисто теоретически, на этом можно уже играть. Но я бы не стал на этом останавливаться, потому что просто самого факта наличия вот этого документа может быть с точки зрения ТЦК и ИСП не совсем достаточно. Ну, скорее, это будет ТЦК и ИСП, который, ну, скажем так, не выполнил план и хочет его выполнить за счет в том числе и таких вот людей, которые осуществляют уход. Вот они могут требовать какие-то дополнительные документы. Что может подтвердить тот факт, что вы осуществляете уход? Первое. Это акт, которым будет установлен факт осуществления вами ухода. Данный акт можно получить, например, если вы живете там в поселке, в селе, то там вы можете обратиться, соответственно, в поселковый либо сельский совет, чтобы они выдали такой акт. Также, если вы живете в городе, надо обращаться в ЦНАПы и через них пробовать получить этот акт. Это, к слову, не так просто. Что еще может подтверждать факт того, что вы осуществляете уход? Справка о том, что вам начислена компенсация за осуществление ухода. Вот если у вас такая справка есть, то она, скажем так, ну вообще железобетонно защищает вас от мобилизации. Ну, а как я уже говорил, минимальный набор документов это, по сути, будет заключение ЛКК о том, что, например, вашей жене нужен уход. И вот этого, ну плюс еще свидетельство о браке, да, либо свидетельство о рождении, если мы говорим о родителях, должно уже быть достаточно. Идем дальше. В данном абзаце говорится о том, что мужчина либо женщина, да, но мы будем говорить о мужчинах, потому что пока больше всего волнует их этот вопрос. Так вот, если у мужчины, у жены есть инвалидность, либо же у его родителей, либо у родителей жены есть инвалидность первой, либо второй группы, то это освобождает от мобилизации. Конечно же, здесь возникает один из спорных вопросов. А какая группа инвалидности должна быть у жены, чтобы вас могли освободить от мобилизации. Потому что очень часто, когда люди приходят в ТЦК и СП, там трактуют этот пункт следующим образом. Они видят, что вот здесь написано первая и вторая группа и говорят, что у жены тоже должна быть первая либо вторая группа. Но давайте внимательно почитаем эту норму закона. Здесь написано следующее «Яки мают дружину чоловика из числа осип с инвалидностью та обоа». Когда мы начинаем толковать, то мы видим, что данное предложение мы можем разбить на две части. Первая часть посвящена жене, а вторая часть вот после слова та обоа посвящена родителям и родителям жены. И вот эта часть из числа осип с инвалидностью первой или другой группы относится только к родителям и родителям жены. Непосредственно о жене написано следующее, яки мают дружину из числа осип с инвалидностью. То есть независимо от группы инвалидности у супруги мужчина уже не подлежит мобилизации. Он освобожден от этого. И косвенным подтверждением этого является тот факт, что с недавних пор, с 27 октября, разрешили выезд с женой, у которой есть инвалидность третьей группы. То есть это такое косвенное подтверждение того, что вот этот пункт касается всех жен с инвалидностью, независимо от группы. Идем дальше. Данный пункт посвящен опекунам человека с инвалидностью, который признан недееспособным. Вот это первая группа. Здесь есть несколько групп. И вот давайте разберемся. Вот первая группа в этом пункте, в этом абзаце, это опекуны инвалидов, которые признаны судом недееспособными. Для того, чтобы подтвердить этот статус, нужно принести в военкомат в ТЦК и СП, решение суда о том, что вы назначены опекуном, а также документ того, подтверждающий тот факт, что опекуном, которого вы являетесь, имеет инвалидность. То есть вы должны по сути два документа принести. решение суда, которым вы назначены опекуном, и, например, справку МСЭК либо удостоверение лица с инвалидностью того человека, за которым вы осуществляете опеку. Также, кстати, вы можете здесь в принципе показать еще решение суда о признании человека недееспособным плюс решение опекунского совета о назначении вас в качестве опекуна, если это было сделано давно, там, до какого? до 2004 года, если память не изменяет. Следующая категория лиц, это лица, которые заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью первой группы. здесь мы говорим о чем? Ну, соответственно, должны быть документы, подтверждающие, что у человека есть инвалидность первой группы и что конкретно вы осуществляете уход. И подтвердить это вы сможете по сути только двумя способами. справкой о том, что вам начисляется компенсация за осуществление ухода, либо актом, который подтвердит, что вы фактически осуществляете уход. Следующая категория, которая предусмотрена данным абзацем, это лица, которые заняты постоянным уходом за человеком с инвалидностью второй группы, либо за человеком, который по заключению МСЭК или ЛКК нуждается в постоянном уходе в том случае, если нет иных лиц, которые могут осуществлять уход. Как мы видим, здесь нужно будет подтверждать еще и тот факт, что вы являетесь единственным человеком, который мог бы осуществлять такой уход. Что это значит? Это значит, что вы в этой ситуации либо осуществляете уход за одиноким человеком и соответственно, по сути, вы должны заявить, что у этого человека нет других родственников, которые могли бы осуществлять уход. Либо же у человека есть родственники, но они по состоянию здоровья не могут осуществлять такой уход. то есть здесь, чтобы подтвердить это, нужно либо принести заключение того же ЛКК, что, например, муж не может осуществлять уход по состоянию здоровья за женой, если это одинокие пожилые люди, и вы при этом осуществляете уход за этой женой, за этой бабушкой, то принеся документ, который подтвердит, что по состоянию здоровья муж не может осуществлять уход, других родственников у них нет, то вы в принципе подтвердили сей факт. Ну и конечно же здесь должна быть соответственно справка о начислении компенсации за то, что вы осуществляете уход, а также документ подтверждающий, вернее кроме этого может быть акт подтверждающий, что вы осуществляете такой уход. Идем дальше. Мужчины, которые у которых есть несовершеннолетний ребенок, а их жена при этом проходит воинскую службу. То есть если в семье уже жена проходит воинскую службу, то муж является непризывным. Соответственно, для того, чтобы подтвердить сей факт, нужно принести свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка и документ подтверждающий, что жена проходит воинскую службу. Такой документ жена может получить соответственно по месту службы. Следующий пункт, он самый любимый нами, это народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым. Они также не подлежат техчастью мобилизации. Следующий пункт я пропущу, потому что нас вряд ли смотрят работники органов военного управления, воинских частей и прочих спецорганов. Они и так прекрасно знают, что они не подлежат мобилизации и какими документами нужно это подтверждать. Ну а там за них уже по идее все сделано и их органы должны были соответствующим образом уведомить военкоматы которые ТЦК и СП. Кто еще не подлежит призыву на воинскую службу во время мобилизации? Это соискатели профессиональной технической фаховой высшей высшего образования ассистенты стажисты аспиранты докторанты которые обучаются по дневной либо дуальной форме получения образования соответственно чтобы этим людям подтвердить что они являются имеют соответствующий статус им нужно взять в университете соответственно либо в другом учебном заведении документ о том что они являются студентами аспирантами докторантами и с этим документом явиться в ТЦК и СП хотя они по сути кстати не должны этого делать потому что воинский учет ведется на этих предприятиях как правило и на самом деле сами учебные заведения должны передавать эту информацию идем дальше научные и научно-педагогические работники учебных заведений научных учреждений организации которые имеют ученое звание или ученую степень а также педагогические работники учреждений профессионального профессионально-технического образования учреждений среднего образования при условии что они работают в соответствующих учреждениях не менее как на 0.75 ставки по основному месту работы вот здесь ключевой вопрос 0.75 ставки и место вашей работы чтобы подтвердить ваше место работы вы должны и вашу ставку объем вашей ставки вам нужно в военкомат показать явиться со справкой в которой будет указано не только место вашей работы не только должность которую вы занимаете но и объем ставки который вы имеете и соответственно если вы это подтвердите то вы освобождаетесь от мобилизации для тех же научных и научно-педагогических работников для которых установлено требование иметь ученое звание или ученую степень то вы должны также предъявить в военкомат документ подтверждающий соответствующее звание либо степень то есть соответствующий диплом ну и кстати вот данный абзац позволяет и мне быть немобилизованным потому что я являюсь как раз научно-педагогическим работником и имею как ученую звание так и ученую степень и соответственно не подлежу мобилизации поскольку работаю на одну ставку идем дальше последний по сути пункт последний такой большой раздел людей которые не подлежат мобилизации вследствие того что их родные которые являются там женой мужем сыном дочкой отцом матерью дедушкой бабушкой либо братом или сестрой погибли во время проведения террористической операции либо же пропали без вести вот здесь друзья вы можете посмотреть достаточно большой перечень я даже его не буду весь наверное хотя нет давайте пройдемся потому что здесь разные категории лиц есть смотрите кто здесь есть во первых военнослужащие и работники созданных в соответствии с законами украины военных формирований то есть здесь ну я думаю все понятно да главное что как и во всех этих пунктах получить документы да родственники могут получить документы обратившись в ТЦК и СП либо же если они знают где проходил службу воинскую часть но проще это сделать через ТЦК и СП ТЦК и СП должны вам выдать документы подтверждающие что вот ваш родственник да который там военнослужащим являлся погиб как раз входил в состав вот таких формирований и погиб во время защиты Украины далее смотрите кто здесь еще попадает сюда работники предприятий учреждений организаций которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли либо пропали без вести во время обеспечения проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения обратите внимание здесь речь идет о АТО и не говорится о тех людях еще которые погибли во время уже вот этой вооруженной агрессии РФ которая произошла 24 февраля 2022 года а дальше вот посмотрите кто еще попадает в эту категорию лица которые погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции обеспечения ее проведения пребывая непосредственно в районах АТО в период ее проведения а также в составе доброволь добровольных формирований опять же вопрос конечно же возникнет по подтверждению друзья вот здесь тоже нужно обращаться в ТЦК и СП либо же здесь уже могут быть решения суда если решением суда установлено что человек пропал без вести именно вот там именно в связи с участием в АТО то соответственно вы уже освобождаетесь от мобилизации идем следующая последняя категория уже по сути это мужчины и женщины чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганских областях а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время военного положения вот это наверное будет ну по сути самой большой категории лиц которые не будут подлежать мобилизации да и к сожалению нашему большому эти люди эта категория людей постоянно прирастает и конечно же самое сложное здесь это будет доказывать если там гибель во время то по меньшей мере уже была возможность у людей доказать это пройти судебные процессы собрать все документы то вот этой категории это все предстоит еще сделать и конечно же доказательство того факта что ваш человек погиб во время обеспечения национальной безопасности Украины во время отражения вот этой вооруженной агрессии это будет сложно это займет достаточно большой промежуток времени но друзья что вам могу здесь сказать начинайте собирать документы начинайте собирать подтверждающие это документы как только вы понимаете что ваш родственник погиб либо пропал без вести если он был на службе вы знаете где он служил обращайтесь в воинские части обращайтесь в ТЦК и СП и постарайтесь получить оттуда подтверждающие документы далее вам нужно будет возможно идти в суд и в суде конечно это будет не быстрый процесс к сожалению друзья на этом мы заканчиваем данное видео и собственно говоря если у вас какие-то вопросы остались вы можете задать их в комментариях к этому видео либо же обратиться по телефону который вы сейчас видите на экране напомню что с вами был Олег Лукьянчиков адвокат кандидат юридических наук желаю вам удачи здоровья и конечно же мира пока пока